В Якутии и Хабаровской крае давно реализуют довольно-таки крупные проекты, да, по ранее подписанным соглашениям. Помимо вот этих проектов и помимо дороги Аяна-Майской, что конкретно будет за эти пять лет, скажем? Ну, по тем экономическим вопросам, которые мы озвучивали и ранее, и сегодня обговорили, я думаю, практическое решение будет получать и те вопросы, которые связаны с высокими технологиями, те вопросы, которые должны получить продолжение, это поставка техники, которая производится на территории Хабаровского края. Особенно мы сегодня заинтересованы продолжением получить самолеты Суперджет-100, которые стали для нас важными. Мы стали их эксплуатировать в полном объеме, летаем уже не только по регионам Российской Федерации, но и за рубежом. Поэтому сегодня те или иные наметки, которые определяли, они расширяются. Тем более сегодня речь идет еще и о подготовке кадров. Если мы раньше как-то в этом плане шли определенным своим обыденным ходом, то мы уже целенаправленно будем заниматься подготовкой кадров с учетом тех приоритетов, которые определила Якутия. Это речь идет о подготовке инженерных кадров с учетом их практики в таких промышленных производствах. Такие производства есть только в Хабаровском крае, как мы все знаем. Поэтому есть над чем работать. Сегодня особый упор мы, конечно, сделали в взаимоотношении наших якутических восточных районов с севером Хабаровского края. Потому что здесь несметное богатство, которое еще надо исследовать, еще надо рассматривать. Потому что мы говорили только про золото в прошлом. Сейчас уже говорим о платине. Сейчас уже говорим о нефти и газе, которые находятся на территории этих районов. О которых надо думать, потому что это прекрасный порт, можно создать в Ваяне. Это опыт исторический уже показывает, на который надо глаз положить и заниматься, если мы хотим развивать восток страны. Потому что не только через Владивосток, не только через находку леса в Гаваровском крае, но еще северно надо двигаться, чтобы осваивать целый комплекс этой территории. Вот о чем сегодня мы ввели с Вячеславом Ивановичем разговор. Но кроме того, мы радуем, с учетом того, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил развитие регионов таким образом, чтобы мы не только рассчитывали на какие-то внешние связи, на какие-то определенные указания сверху, но и чтобы мы развивали свои горизонтальные связи. С этой точки зрения у нас появились очень хорошие такие связи горизонтальные с Хабаровским краем. Традиционно получается, потому что это, во-первых, наш сосед на юге и на востоке. И этот сосед является сегодня, в нашем представлении, Якутян, это центр всего Дальнего Востока, где мы получаем любую информацию, включающую, которая связана с внешней деятельностью. Все это проходит через Хабаровск. Поэтому мы сегодня с Хабаровским должны и обращены быть вместе, чтобы решать судьбу развития Дальнего Востока.